А вот еще одна история. Откуда в готических соборах Европы цветной свет? В Москве на Малой Грузинской улице есть необычное здание. Это большой католический собор в готическом стиле, один из немногих храмов, сохранившихся с дореволюционных времен. Если зайти в храм, то любого человека поразят высокие арочные своды, орган и, конечно, цветные витражи. А что, собственно, такое – витраж? Давайте разберемся. Слово витраж происходит от латинского слова стекло. Витражами принято называть картины, рисунки, узоры, выполненные из цветного стекла или на стекле. Появлению витража предшествовало изобретение собственного стекла. Основной компонент стекла – это песок или, если более научно, кварц. Как вы думаете, в какой из цивилизаций древности появилось стекло? Большая часть древнейших изделий из стекла была найдена в Древнем Египте. Примерно к XV веку до нашей эры стекло массово производилось в Передней Азии, на Крите и в Египте. Предполагается, что технологии производства стекла из природных материалов представляли собой тщательно охраняемую тайну, и эти технологии применялись лишь при дворе правителей наиболее могущественных государств. Кстати, примерно в то же время в государствах Древнего мира начали производить первые линзы. Самые раннеизвестные линзы найдены на острове Крит. Они датируются 2000-м годом до нашей эры. В IX веке до нашей эры в Сирии и на Кипре стали производить бесцветное стекло, а в начале эпохи эллинистического Египта, IV-III века до нашей эры, начали изготавливать столовую посуду из стекла, а также разработали технологии получения цветного стекла. Это и был прообраз витража. Первые стеклянные окна появились в эпоху Римской империи, но позволить себе такую роскошь могли лишь очень состоятельные граждане. Однако популярным витраж становится в эпоху Средневековья. Аббат Сугерий при строительстве первой готической церкви Сен-Дени близ Парижа придавал особое значение символики света. Витражи перехватывали свет солнца и озаряли цветными лучами пространство церкви, что создавало мистическое ощущение. Цветной свет олицетворял силу божественной любви и благодати. Витражные стеклянные окна, бифории, роза, трифора стали неотъемлемой частью средневековых готических соборов.